Газете «Флот Украины» в июне исполнилось 22 года. За это время коллективу редакции приходилось повидать всякое, да и переезжать в другой город некоторыми из коллег не впервой. Но вот так всей редакции сорваться с якоря никто не планировал. «Флот Украины» была единственной в Крыму украиноязычной газетой, чем очень гордятся сотрудники издания. После аннексии полуострова военным журналистам редакции пришлось поселиться в Одессе. Но все оказалось к лучшему. Здесь севастопольцев ждал теплый прием, гостеприимные одесситы и любимое самое синее – Черное море. «Мы для себя старались создать все нормальные условия для работы. И, конечно, когда кто-то приходит, твое гнездо разворошил, типа, гляди отсюда. Конечно, тяжело. Но мы вышли с честью». Главный редактор рассказывает, что коллегам в Одессе приходится снимать квартиры. И жизнь здесь несколько дороже, чем в Севастополе. Кто переехал сам, оставив семьи в Крыму, а кто вместе с женами и детьми передислоцировался. Но как военные, они готовы служить родине там, где потребуется. Корреспонденту газеты Виталию Панчишину в день выпуска первого одесского номера флота Украины вручили удостоверение члена Одесского отделения Союза журналистов. «Служба офицера така, сказали і поїхали. Неважливо, чи ти вдома встав, чи не вдома встав. Нам потрібно батьківщину захищати. Це самое главное. А воно не залежить від домівки, не залежить від сім'ї. Якщо сім'я, сім'я любляча, там де є в сім'ї взаєморозуміння, повага, там де всі розуміють, де є правда, де є криво, де є брехня. Тоді проблем не виникає». Пока с апреля редакция обживалась в Одесі, номера флота Украины выходили на сайте в електронному варианте. И вот, наконец, 4 июля газету можно будет приобрести в киосках города. Стоимость издания – 3 гривны. На страницах газеты можно ознакомиться как с официальной информацией Министерства обороны Украины, общей ситуацией в стране, так и с городскими материалами. Для одесских новостей выделены две газетные полосы.